Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Секреты власти» наш сегодняшний гость Тамир Аргенбаевич Сариев, известный политик, бывший премьер-министр, кандидат в президенты Кыргызстана. Тамир Аргенбаевич, почему должность премьер-министра в нашей стране такая неблагодарная? Все время у нас такая смена, и все время как-то они уходили не с почетом, а с какими-то скандалами. Просто, наверное, переходный период, транзитный период, он достаточно сложный. Это издержки развития, я так понимаю. Вы шли в премьеры, когда не страшно было, что это какая-то такая должность проклятая, что будет неудача? И как вообще было вам работать с Тамбаевым? Страха не было, но было очень большое чувство ответственности. Все-таки я до этого почти что 4 года проработал в должности министра экономики и прекрасно понимал ситуацию в экономике, вообще в стране, и знал, что нужно делать, где нужно поднажать, как говорится, начинать реформы. Ну вот ответственность была, и было огромное желание что-то изменить. Я думаю, что в течение года я работал, не покладая рук, и это многие отметили. Например, 69 раз я был на выезде за один год. Что касается Тамбаева, с одной стороны, было тяжело, в каком отношении, потому что я пришел в правительство без поддержки в парламенте. У меня не было своей партии. У вас выдвинуло кто? Президент или парламентское большинство? В то время ситуация заставила выдвинуть меня, потому что мы были в процессе переговорном по вхождению в Таможный союз. Надо было все это оформить уже договором, подписать и открыть Таможные границы. А так как я министром экономики непосредственно занимался всеми этими переговорными процессами, и нужен был человек, который понимает и может принимать решения, и тем более знает наших партнеров по Таможному союзу. Ну, а Тамбаев сам выдвинул вашу кандидату? Тамбаев предложил мне, у нас был разговор несколько раз, это уже не одного дня, как говорится, в 2014 году мы на эту тему возвращались вокруг, а ситуация, и вот в начале 2015 года было уже предложено мне и поддержало парламентское большинство. Это было немножко неожиданно, потому что мы знаем, что в 2009 году, когда вы баллотировались президентом, вы были его оппонентом, в 2010 году был скандал с переговорами телефонными, и он обвинял вас и Бекназарова в распиле средств, и казалось, что вы вроде бы политические враги такие, и вдруг вы становитесь его премьер-министром. Я бы сказал, что мы были оппонентами. Будучи членом Временного правительства, мы очень много спорили, иногда доходило даже до определенных... До драк? Нет, я не скажу до драк, но были очень... Повышенные дона. Не только повышенные, а такие уже иногда переходили определенные черты, как говорится, да. Но это было все связано с тем, что надо было принимать или то или иное решение. Я, как вы знаете, человек такой принципиальный по характеру, и если я считаю, что это верное решение, я настаиваю на этом до конца. В 2010 году, я могу сказать, что после 2009 года, после президентских выборов, где и он, и мы участвовали, и я участвовал, у нас были очень сложные отношения. В начале 2010 года определенные политические деятели, некоторые активные политические деятели начали, как говорится, процесс переговорный, чтобы мы опять смирились. Да, и Каптагаев, Эмильбек Саламатович, предложил, как говорится, руку ему в феврале месяце 2010 года, чтобы объединить наши усилия против борьбы... Объединенной оппозиции. Да, тогда объединенная оппозиция была, чтобы мы могли бы объединиться, и без объединения мы не смогли бы выиграть на тот момент семейно-клановую систему, которую создал Абакиев. И в интересах, как говорится, государства, в интересах народа, в интересах перспективе мы отложили свои амбиции и договорились. Враждовать нет, но оппонентом были, даже будучи премьер-министром, у нас часто возникали споры с ним, где я отстаивал свою позицию, но это были такие рабочие варианты. Кстати, вы когда были премьер-министром, из вас политик так и выпирал. Вот все-таки то, что вы были до этого политиком, депутатом, это сказывалось, и пиар, наверное, был хорошей вашей пресс-службой. Я думаю, что у Атамбаева возникло ревностное отношение, и этим тоже была обусловлена ваша отставка. Я политик, потому что должность премьер-министра – это политическая должность, и поэтому я и принял решение. Я мог бы выйти на телевидение еженедельно, чтобы объяснять, что происходит в правительстве, какие решения мы принимаем, что она даст, какие есть проблемы, с чем мы сталкиваемся. Ну, понимая то, что это будет очень ревностно по отношению другими, и парламенту, и президенту, я тогда принял решение, что еженедельно по понедельникам, а утром в 9 часов в течение часа буду выходить через радио Кыргызское. И это я практиковал. То есть это был прямой диалог с народом, где я минут 15-20 рассказывал, что мы сделали за неделю, какие решения приняли, а потом были вопросы радиослушателей, и прямой эфир, прямой ответ. Это, я думаю, что это нужно. Вот сегодня как раз, может быть, этого и не хватает. Вы почувствовали ревность Атамбаева? Ну, если бы ревности не было, я бы, наверное, еще работал. Это правда, получается, мои доверия. То, что вот по дороге сказали, это было просто повод убрать, потому что вот по истечении времени я вот был очень сильно расстроен, когда, будучи еще, то есть он еще, будучи в должности президента, Атамбаев, находясь на Иссык-Куде, сказал, что со стороны Сариева была эта диверсия экономическая. Начало строительства дороги Балак-Чухурумду. Я был просто шараш. Перед началом этой дороги мы с ним советовались. Было согласование, то есть мы согласовали, и я начал. И он тогда еще, помню, фразу сказал, он говорит, конечно, денег, возможно, будет немножко тяжело, и ты ищи, говорит, Тимир. Говорит, и я буду искать. Ну, мы должны сделать эту дорогу. Я считаю, что сегодня, вот по истечении определенного времени, когда уже выложили в виде таблицы, это самая дешевая дорога из того, что сегодня строится. Один километр дороги, четырехполосной дороги, да, очень хорошего качества, все сейчас отмечают. И по срокам очень, она короткая, да, по сравнению с другими дорогами, два раза, а по некоторым моментам в три раза дешевле строится. Другие, чем другие? Чем другие дороги. Это было самое дешевое, самое качественное и самое правильное решение по дороге, это Балджико-Хорум, то я имею в виду. Тимир Аргенбаевич, проясните ситуацию вокруг обвинения в распиле средств и банковских ячейках. До сих пор в соцсетях люди комментируют и думают, что распил средств был, что члены временного правительства как бы поимели. Эту тему начал в свое время Атамбаев, да, в 2010 году. Я думаю, тоже из-за ревности это было, да, хотя другая запись Бикназарова Атамбаева говорит о взятке, там, 500 тысяч долларов, которые взял Атамбаев. Атамбаев, за таможенное назначение. Ну, все-таки в 2014 году, в декабре месяце, когда, будучи президентом, Алмазбек Шершенович давал пресс-конференцию итоговую, он на вопрос журналиста по этому вопросу ответил. И, я думаю, на этом точку поставил. Потому что я написал письмо, когда еще работал министром экономики, на имя президента и на имя генерального прокурора. Прошу еще раз проверить именно по использованию этих денег. И генеральная прокуратура дает четкий ответ. И президент Атамбаев озвучивает. Он говорит, я вот в свое время говорил, я вот сейчас говорю, вот у меня на руках есть, я дважды поручал, два раза проверили, что вины Сарьева нету, что это было все законно. Потому что временное правительство на тот момент декретом, декретом, декретом это силу закона имело даже. Из тех денег, которые были изъяты из ячеек, принадлежавшей семье Бакиевых, которые хранились в национальном банке на ответ хранения, оттуда взять 2 миллиона долларов и направить на стабилизацию. Там есть акт, декрет по каждой сумме. Вот апрель 2010 года, когда все ваши товарищи сели в тюрьму, вы оказались в Москве. Что вы там делали? Ходили слухи, что вы хотите заручиться поддержкой Кремля, что Москва как-то это поддерживает? Или что у вас какие-то контакты с Акаевым на этот счет? Я могу так сказать. Я 5 апреля утром вылетел и должен был прилететь 7 апреля утром. Это 2010 год. На два дня ездил. У меня были важные переговоры и действительно были контакты определенного характера, где мы обсуждали ситуацию, которая происходит у нас в Кыргызстане. Потому что мы все понимали, что эта ситуация настолько уже сложная, что что-то должно было произойти. Вы ездили как представитель оппозиции? Я ездил как человек, который имеет контакты, как человек... Связи, да? Да, связи. Человек, которому доверяют определенные люди. 6-го я услышал, и мне позвонили уже, что здесь в Таласе начались определенные процессы. И потом через 2 часа начали арестовывать всех лидеров оппозиции. И мне там коллеги наши, друзья, и здесь, отсюда практически все звонили. Говорили, Сариев, оставайся там. Всех арестовали. Иначе здесь посадят. Вас тоже посадят. Уже есть команда, знает, что вы утром прилетите. Я сказал, нет, я не могу остаться там. Если остался бы там, я был бы сегодня предателем. Прилетел утром в 6 часов. Меня с трапа арестовывают, забирают в СНБ. В течение двух недель шла такая информационная кампания всех московских российских СМИ против Бакиевых, можно сказать. Их разоблачали, как-то поддерживали оппозиционное мнение. Это связано как-то с поддержкой Кремля? Может быть, вы договаривались или кто-то другой? Ну, могу сказать, что Кремль, они уважают людей, которые держат слово. И тем более, мы же связаны с многосторонними договорами. И в рамках ШОС, и в рамках ОДКБ, и в рамках еще работающего СНГ, то есть СНГ. У нас еще есть двухсторонние отношения, в смысле договора о вечной дружбе. Они небезразлично будут рассматривать то, что происходит в Кыргызстане. Это никому не секрет. Им не нравилось поведение Бакиева в этом плане? Я думаю, что в первую очередь им не понравилось, как он обманывает. Сегодня обещает одно, подписывает какие-то документы, завтра принимает другое решение. И с таким человеком очень тяжело вести переговоры, договариваться и выстраивать какие-то определенные перспективные вопросы. А Каев помогал свалить Бакиева? Я могу сказать, нет, он даже никакого отношения не имел. Никакого отношения. Вы с ним не встречались лично? Я с ним не встречался. Кто же все-таки, вот вы тоже проходили свидетелем по делу ТЭЦ, кто все-таки виноват в этом вопросе, в этой сделке? И вот два премьер-министра, ваши бывшие коллеги сидят, Чантурус Атыбалдиев и Сапар Исаков. По принятию решений. На тот момент принимал решение президент Атамбаев. Он об этом и сам заявил. Переговоры с китайской стороной на высшем уровне проводил он. Тебе, я думаю, что он встречался. Когда выделяли деньги и куда нужно было направить, принимал он. Контракт был подписан под ключ. Есть решение правительства, есть артификация парламента и подписанный президент. Я вот сейчас не знаю, чем закончится вот это уголовное дело. Потому что если там есть коррупционный элемент, об этом говорят, надо доказать. Но вы считаете, он есть? Вот так, на ваш опытный взгляд, премьера и политика? Было создано по ТЭЦу, было создано специально межведомственная комиссия для проведения переговоров с ТИБИАИ. И в межведомственную комиссию входили представители многих министерств и депутаты входили. И у них есть решение, решение межведомственной комиссии о том, что надо подписать на таких условиях. И после этого решения было подписано соглашение. Первое кредитное соглашение, потом второе соглашение по строительству. И это было артифицировано парламентом. Но вы поддерживаете такую борьбу с коррупцией? Или вы считаете, она как-то неправильно ведется немножко? Нет, борьба с коррупцией должна идти. Если есть коррупционная составляющая, то кто-то должен отвечать за это. Но с другой стороны, просто одними карательными мирами с коррупцией не борются. Нужны перевентивные миры. То есть мы должны полностью переработать в законодательство. Исключить возможность использования каких-то коррупционных схем. Вот тогда, когда я пришел примером, в июне месяце 2015 года подписал постановление правительства о переходе на онлайн режим проведения государственных закупок. И через электронный формат. То есть там все видно, сколько участвует, по итогам, кто выиграл и кто какие цены давал. Но тут же явно было без тендера и такая огромная сумма, около 400 миллионов, она вас не пугала, когда вы пришли к примеру? Нет, я тогда был министром экономики. А, да, как раз вы были в курсе, да? Да, я подписал проект распоряжения правительства с замечаниями. И мы как раз там и говорили, что так как это очень большой проект, надо провести тендер по ТЭЦу. ТБА не имеет опыта строительства тепловых станций, поэтому лучше привлечь компанию с опытом. То есть вы как раз выступали против? Мы как раз, вот именно вот наша оппозиция в Министерстве экономики, за моей подписью было, что с замечаниями. Ну, к сожалению, тогда это замечание они не приняли. Тогда Джанта Росат Эбалдиев был? И было. Ну да, видите, правительство коллегиальный орган. Там каждое министерство дает свое замечание или предложение, или же они без замечания подписывают. Если у кого-то есть замечание, то и составляется матрица разногласий. Или мы соглашаемся аргументами инициатора, или не соглашаемся, остаемся при своем мнении. Мы как раз остались при своем мнении. Тамир Оргенбаевич, наша страна чуть ли не наполовину в экономике зависит от переводов трудовых мигрантов. 35% мы первое место заняли в этом плане. Вот вы, когда были премьер-министром, вы пытались что-то сделать, чтобы вернуть людей в страну? Ну вот вхождение в таможенный союз как раз и предусматривает, во-первых, резко облегчить статус наших граждан, которые находятся в России, в Российской Федерации и в Казахстане, потому что они получают такие же права, как и граждан. Но это только усиливает эту федерацию. Нет, вот давайте я по порядку буду идти. Первое, мы как раз вот это предусматриваем. Потому что за один день проблему не решишь. То есть мы за один день не создадим столько рабочих мест, с которыми могли бы они все здесь работать. Мы должны исходить из реальной ситуации. И первое, мы могли бы облегчить их участь. Во-вторых, чтобы они могли бы заработать. И примерно, я так знаю точно, мы считали, только создав равные условия с гражданами Казахстана и России, мы сэкономили от наших граждан, мигрантов, которые там работают, да, за получение разрешения 500 миллионов долларов в год. Потому что раньше, когда мы не входили, они должны были платить за разрешение такие деньги. Во-вторых, смысл таможенного союза – это защита внутреннего рынка. То есть мы входим в общий рынок, и мы защищаем наш внутренний рынок, и создаем предпосылки для свободного движения товара. То, что у нас производится, мы можем свободно реализовать. Единственное, чтобы мы обеспечивали те требования, которые предъявляются для всех товаров. В-третьих, мы получили очень большой грант в виде 200 миллионов долларов на обустройство наших таможных границ, это укрепление наших пограничных постов и таможные границы, да, и на создание необходимых условий для того, чтобы мы могли бы отвечать требованиям таможенного союза. И четвертое, мы сумели создать, или мы создали, подписали, создали, он сегодня работает, Крылгоско-Российский фонд, который будет финансировать для адаптации наших предпринимателей и создание новых рабочих мест, и чтобы мы могли бы здесь открывать такие предприятия, которые будут давать больше добавленной стоимости. Вы такой ярый сторонник таможенного союза, и сейчас вы считаете, что результаты положительные спустя столько? Я, во-первых, реалист. Я реально смотрю на вещи. Я здесь не тот человек, который просто кричает популизмом, да, говорит, вот на Запад. Мы сегодня, если не можем вывезти товары соответствующего качества в Казахстан, в Россию, в Америку или Европу, по-моему, не пустят. Не пустят. Не пустят, да. Это во-первых, да. Во-вторых, мы должны были понимать, если бы мы не вошли в таможный союз, ситуация была бы гораздо сложнее, гораздо труднее. Потому что между Казахстаном и Кыргызстаном стояла бы граница, таможный пост, и то, что мы вывозим, мы должны были платить пошлины. Мы даже сделали в то время специальное исследование социологическое. 86% всех опрошенных поддержали. 10% там, по-моему, не могли, или 12% не могли определиться. Только 4% были явные, ярые противники. Я могу второй пример привести. Вот у нас, я тогда еще будучи министром экономики, очень много раз встречался с нашими, которые работают челночниками, да, их мы называем, на базаре Дордой. Я с ними вот, иногда было их 500 человек, и по 3-4 часа мы сидели, они задавали вопросы, мы отвечали, обсуждали, приходили к какому-то общему мнению. Первоначально они тоже были против и требовали, вот давайте нам льготы такие-то, да. А когда мы уже детально им объяснили, они сказали, нет, нам никаких льгот не надо, вы откройте нам рынки. Что такое льгота? Если бы мы им разрешили по льготной цене здесь растамаживать, тогда граница с Казахстаном была бы закрыта, сказали бы они, хорошо, вы для себя завозите, но если хотите вывезти на рынок, то вы платите пошлину. И там пошлину было бы намного больше, и они потеряли бы рынок. Рынок сбыта, я имею в виду. И в конечном итоге они сказали, нет, лучше вы нам откройте границы, чтобы мы могли бы завозить товары и продавать на рынок. Потому что то, что мы завозим с Китая, с Турции, с Южной Кореи, товары, да, 96% или 95% это уходит реэкспортом в Казахстан и в Российскую Федерацию. Мы только 5% здесь потребляем от того, что мы завозим. Томир Аргенбаевич, цифра 3%. Вы, наверное, поняли, о чем я говорю. Почему вы все время баллотируетесь в президенты и получаете не очень хорошие результаты, и продолжаете с завидным упорством? И что у вас на будущее, какие планы вы опять хотите баллотироваться? Ну, каждый раз есть свое объяснение. У меня есть очень много сторонников. И сегодня я могу вот с поднятой головой гулять по городу, где бы я ни бывал, подходят, говорят, вот вы должны были быть президентом. То есть это как раз для политики, для политики стимул. И поддерживает, да, поддерживает его вот намерение. Ну, что касается 3%, это только вот мы, я получил в 17-м году. Например, в 9-м году, когда я участвовал, там было 7%. Больше 7% с чем-то было. А, 3% это были выборы парламентские тоже. Да, это было в 10-м году парламентские выборы, да. Ну, каждому есть свое объяснение. И политик должен всегда уметь бороться. Я всегда говорю, когда вот встречаюсь с молодежью, да, когда мне задают вопрос, я говорю, если ты занялся, вообще не только политикой, а вообще в жизни, да, если ты 10 раз упал, то ты 11 раз должен стать. Если ты не станешь, ты нигде не состоишься. Поэтому это борьба, политика это борьба. Вы были в плеяде первых бизнесменов страны в 90-е годы. По-моему, первая товарно-сырьевая биржа была ваша. И успехи такие в то время можно было делать миллионы, по-моему, за считанное количество дней. Почему вы ушли в политику? Не жалеете ли вы? Может быть, сейчас вам стоит строить, наоборот, заводы, фабрики и поднимать промышленность? В 2007 году я стал депутатом. До этого был достаточно успешным бизнесменом. И я не скрываю, у меня есть определенные активы, которые сейчас на доверительном управлении. И некоторые моменты уже я передал, некоторые превратились в акционерную компанию. Там акции уже есть, акционеры есть. И некоторые уже мои братья, сестры руководят компаниями. Бизнес – это интересно. Конечно, если бизнесом занимаешься, ты можешь обеспечить себя полностью. Ну, как я достаточно... То есть человек, который имеет определенные доходы и могу покрыть свои расходы, как говорится. Ну, интересно, другая сторона. Потому что я понимаю, есть у меня знания, навыки, есть видение, есть характер, есть организаторские способности. Есть решительность. Почему бы не использовать их во благо страны. Государства. Во благо страны. И работая в должности премьер-министра, я, может быть, какую-то часть сумел показать, что можно делать больше. К сожалению, не все то, что я начинал, сейчас имеет продолжение. Некоторые имеют уже... Там запущена такая система. Вот капель нарушения. Это было начато до меня, но мы начали дали новый импульс. И вот если вы недавно ездили на Иссык-Коль, вы могли убедиться. Вот от балакчи, начиная от балакчи, вот те пустыри, которые пустовали. Сейчас они становятся... Да, сейчас красиво там стало. Да, там капель нарушения. Я заметила. Да. Садовые предприятия уже развиваются, хозяйства создаются. Очень большие. Второе начало было, и мы там уже не только призыв был, а мы законодательно подтвердили. Мы изменили закон земельный кодекс, что можно даже в поливных землях сажать многолетние насаждения, я имею в виду, плодовые. Можно на... Второй вопрос – это теплицы. Это очень высокодоходно. И первое, вот капель нарушения, если здесь вы имеете яблоневые или там абрикосовые сады, они дают дохода в разы больше, чем то, что мы сегодня получаем от других видов. От пшеницы, от кукурузы или от клевера. Миллион, два миллиона, три миллиона зарабатывают. Это как раз доходы наших крестьян, которые могут резко повысить свой уровень жизни и позволить себе, как говорится, обучать детей в хороших вузах, в школах, одеваться хорошо, покупать, ездить. То есть это только на качество жизни очень сильно влияет. То же самое теплицы. Мы изменили законодательство, тоже тепличный бумаги, особенно это на юге. Они дают очень хороший урожай. И мы увеличиваем наш экспортный потенциал. Это все вывозится за пределы республики, и к нам текут твердая валюта. Мы племенное хозяйство. Я подписал в апреле месяце 16-го года и ввели мы пилотный проект в нескольких айных округах по племенному хозяйству. То есть это такие долгосрочные, очень продуманные направления, которые будут давать очень хороший доход. Например, по законодательству, по поддержке предпринимательства. Например, будучи примером, мы отменили налог с продаж. Если ты в бездонечной форме работаешь. Это 2%. Это огромное было, огромный толчок. Это создание очень хороших условий для бизнеса. Мы сократили проверяющие компании, то есть органы. Мы сократили сроки проверки. Мы ввели электронный отчет. Мы ввели проведение аукционов и конкурсов с правом разработки месторождения. И оттуда мы имеем колоссальные большие доходы. Вот в то время, когда я был примером, мы Деруй за 100 миллионов лицензию конкурсную подписали. Терекам Перевальна за 20 миллионов мы подписали. Вот это вот для сотовых компаний освободили 15 мегагерц, это частоту, да, мы за миллиард суммов им сдали в аренду. То есть раньше это все было бесплатно. Вот поэтому во время примерства мы сумели увеличить доходную часть на 19 миллиардов суммов. И как раз мы финансировали школы строительства. Вот в первый год, в 15-м году, 8-6 школ мы сдали. Таких объемов не было. На следующий год мы заложили 100 школ новых построить и 100 школ провести капитальный ремонт. Я подписал постановление, что предшколы у нас будут строиться обязательно спортивным залом, теплым, обязательно внутренним туалетом. Вы представляете, да, в сельской местности, в горах у нас не было туалета. А мы вот такое вот вели. И обязательно, чтобы должен был быть блок питания, то есть столовая внутри. Чтобы дети могли там хотя бы что-то там небольшое пол полить. Это сейчас выполняется? Это выполняется, потому что это уже закон. Все, уже никто не может по-другому проектировать школу. Чтобы обязательно была внутри школы горячая вода. То есть это гигиена, это здоровье наших детей. Время истекло. Пожалуйста, откройте нам секреты своего бизнеса. Скажите, какие у вас активы в каких предприятиях, чем владеет Цариев? Вы сейчас, я так понимаю, в основном заняты бизнесом? Нет, я сегодня занимаюсь общественными делами, партийной работой, бизнесом опосредственно занимаюсь, потому что я передал. Но все мои активы указаны в декларации, которые я ежегодно сдаю. Это вот Азия Энерджи Групп, это вот генератор продают. А здесь я там владею определенной долей. Есть у нас совместно с братьями завод на Шопокове, молочный завод, но сейчас они там разливают сок и мед разливают. В сельской местности у нас есть большое хозяйство с братом, где у него дойные коровы, лошади есть, бараны есть. Есть земля с братом, то есть на него написано, но мы вместе работаем. Дорогие друзья, у нас в гостях был Тамир Аргенбаевич Сариев, бывший премьер-министр страны, бывший депутат, видный политик, кандидат в президенты. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова